Поохотятся на сибирских косули водоплавающих птиц. Все больше иностранных охотников находят привлекательным северный регион. С начала сезона нашу область посетили порядка 10 человек из России, Германии и Австрии. Но есть в Северном Казахстане и те, кто нарушает закон. Один из случаев браконьерства произошел в Ясильском районе. Трое петропавловцев застрелили шесть моралов. Подробности у Айгири Мукашевой. Александр Белокур и Виктор Морозов с детства увлекаются охотой. Для них первая суббота сентября – настоящий праздник. В этот день открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Ради любимого хобби Виктор и Александр приехали из России. 12 часов ехали по трассе, еще четыре стояли на пограничном посту. Мы сами из Челябинска, из Челябинской области. У нас своей дичи и копытной много, и всякой, но гусиной охоты у нас нет. Не получается у нас охота гусиная. Сюда мы ездим чисто отдыхать. Так для охотника это большой-большой праздник. На гуся поохотиться. Мы не за мясом сюда приезжаем, поверьте. Мы за мясом в магазины ходим, на рынки. А все равно мы приезжаем поохотиться, посмотреть на природу, душой отдохнуть. Впервые любители пострелять приехали в Северный Казахстан пять лет назад. О живописной природе нашего края им рассказали друзья. Посмотрели, понравилось. Теперь с нетерпением ждут путешествий. Приезжают сюда несколько раз за сезон. До его окончания, то есть до зимы, запланировали еще одну поездку. Иностранные охотники в нашем регионе не редкость. С начала сезона их было больше десяти. На территории Северно-Казахстанской области находятся 46 охотничьих хозяйств. 36 из них переданы в пользование. 19 субъектам. Два субъекта организовывали охоту для иностранных охотников. В Иртаусском районе охота проходила трофейная. На самца сибирской косули. Были участники охоты из Германии и из Австрии. На территории Таиншинского района охотники из Российской Федерации охоту производили на водоплавающую дичь. Для охотников сборы целый ритуал. Экипировка, снаряжение, боеприпасы и, конечно же, ружье. Вместе с этим необходимо собрать и документы. Их у любителей поохотиться не меньше, чем снаряжение. Специальное удостоверение, разрешение на оружие, лицензия и путевка. Если нет хоть одного из документов, путь на охотничью тропу закрыт. Но пока одни добросовестно готовят документы, другие просто разгуливают по лесам и берегам озер с ружьями. Недавно житель столицы убил трех лебедей в Мамлюцком районе. И вот буквально на днях браконьеры поохотились на моралов. Это было на территории госучреждения Красный Бор, в котором занимаются разведением этих благородных животных. Были задержаны трое жителей города Петропавловска, которые в ночь на 19 октября с использованием автомашины марки Toyota Land Cruiser и без разрешительных документов совершили факт браконьерства. Отстреляли шесть оленей моралов. Ущерб, нанесенный государству, составил 4 миллиона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Изъята автомашина марки Toyota Land Cruiser и две единицы охотничьего оружия. Теперь им грозит штраф до 5000 МРП. Это свыше 12 миллионов тенге, либо 5 лет тюрьмы. И это не единственный случай браконьерства в этом году. В области уже выявили больше 600 нарушений, завели 76 уголовных дел. К административной ответственности привлекли свыше 550 человек. Агири Мукашева, Адель Нуржанов, новости МТРК.